Ветерану боевых действий в Сирии Вячеславу Семенову Слышно, да? Ну, напоследок, сейчас уже все будет заканчиваться Хотел бы я сказать слово ветеранам и всем, где тоже участвовали, можно сказать, недавно Это 15-й год боевых действий в Сирии И мне, конечно, приятно посмотреть на тех ветеранов, которые пришли сейчас Но пришли не просто в этот праздник, мы пришли в Церковь Божию И вы были защитниками земного Отечества Но Господь нас призвал быть защитниками Отечества Небесного И апостол Павел говорит так Наша брань не против плоти и крови, но против властей и мироправителей века всего Духов злобы поднебесной, то есть против дьявола непосредственно И наш меч уже не плотской меч, если ты уверовал в Бог Христа, а меч духовный Меч духовный – это Слово Божие, то есть что Бог изрек И, как написано, апостол Павел говорит в Евреям 4.12 послание Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюда острого Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов И судит все помышления и намерения сердечных Это значит, что врагам и плотскому, даже если мы победим Но если мы не победим врага духовного, нет нам никакой от этого награды И мы после смерти пойдем в ад, в гену А если мы победим, а как нам это победить? Вот этот праздник, 9 мая, сегодня мы празднуем, да? А в 45-м году была победа как раз-таки на 6 мая, да? День Георгия Победоносца и Пасха попала Пасха – это победа Христа над смертью Мы говорим, Христос воскрес Поистину воскрес Христос, а это значит, что мы должны воскреснуть от греховной жизни От греха, курения, матершина, блуд, распряг, нет Дружба с миром, то есть во всех... Апостолы говорили, что дружба с миром есть вражда против Бога Все это нас отводит от Бога Мы осуетимся, мы не можем посмотреть на небо Вот Христос от этого всего нас освобождает в Своем воскресенье Он дает нам новую жизнь А как нам эту новую жизнь получить? Новая жизнь – это значит жизнь святая и праведная, без греха Как нам ее получить в эту жизнь? Только через веру в крестную жертву Иисуса Христа Мы за каждый за свой грех должны заплатить смертью Своей Это издрек Бог Ибо возьмете за грех смерть в Гиблии 6.23 Но Он взял наши грехи на Себя и умер на кресте за наши грехи И теперь мы через эту жертву, через веру воевую эту жертву приобщаемся к Богу И теперь мы сейчас ждем восхождение Христа Будет наш праздник, что Христос войдет к Отцу И Он как бы показывает Ему свои раны И Он скажет, я умер за них, прими их, Отец И Господь, Отец, присылает Святого Духа на нас И теперь жизнь должна быть другая Если ты остался, если ты верующий, ходишь в храм Верующий в Иисуса Христа Но остаешь его греха, то есть у тебя тяжкие грехи Ты еще не уверовал, как должен Ты должен обратиться, прийти в Церковь Христову, покаяться Все свои грехи с детства, которые ты знаешь Исповедовать перед Богом И Господь простит, и даст тебе новую жизнь И тогда ты после смерти попадешь не в ад, а в Царствие Божие Господобие, которое все мы получили Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь Сейчас я буду... У нас есть Евангелие, пожалуйста, ветераны, у кого нету У нас хорошее есть Евангелие С красным цветом, в Патриархии издала Большие буквы, пожалуйста, примите Вот у нас там коробка, мы вам раздадим Примите и, пожалуйста, читайте Приходите, пожалуйста, сюда Любые вопросы, которые у вас есть по вечности О вечности Не о том, что здесь это земное и временное А о вечности Здесь все разрешится, эти вопросы Задавайте, когда у вас будет такая возможность Потому что, может быть, и не представится Сейчас время тяжкое идет впереди И мы должны все обратиться к Небесному Отцу Который есть истинный победитель Он дает победу всем людям Победу над грехом и над смертью Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.